Проблема доступности объектов жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями актуальна для Ростовской области в силу большого количества таких граждан. 376 тысяч человек нуждаются в помощи при посещении поликлиник, всевозможных социальных служб, но главное – предприятий торговли. Не каждый инвалид-колясочник или слепой человек может беспрепятственно зайти в продуктовый магазин. Сотрудники отдела потребительского рынка администрации города провели мониторинг объектов торговли Новошахтинска на предмет их доступности инвалидам и получили неутешительную картину. Только 24 магазина в городе адаптированы для инвалидов по зрению, 22 – для инвалидов по слуху. Пандусы – вообще большая редкость. А как в целом город обеспечивает доступность своих объектов людям с ограниченными возможностями здоровья? По основному мероприятию – формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан. Программа номер один – адаптации приобретенных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. Приобретены четыре комплекта оборудования для сенсорной комнаты слабовидящих и слабослышащих детей, а также интерактивный мобильный комплект для детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. По программе номер два – социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения. Основное мероприятие совершенствования социальной реабилитации инвалидов состоит из двух мероприятий – обеспечения инвалидов по зрению. Инвалидам, нуждающимся в социальной реабилитации, в Управлении социальной защиты населения администрации города Новошахтинска, выдавались в Бюро медико-социальной экспертизы индивидуальные программы реабилитации инвалидов. В индивидуальных программах указывается перечень мероприятий, необходимых для реабилитации инвалидов, в том числе и обеспечения техническими средствами. 50 инвалидам из 96 обратившимся в УСЗН города Новошахтинска было выдано 74 единицы транспортных средств. В соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, что составило 27% от числа обратившихся инвалидов. Какие задачи ставит администрация города перед предпринимателями? Все торговые объекты должны быть оснащены кнопкой вызова персонала. Подходы к магазину выложены тактильной плиткой. В каждом магазине должен быть сотрудник, которому в должностной инструкции вменяется обязанность по сопровождению инвалидов. Это необходимо в первую очередь. Выезжает Министерство труда Ростовской области социальной защиты прямо на объекты. Нас об этом местами в известность. И потом мы на этом совещании видим картинки. Когда идут слайды, объект такой-то, города Новошаптинск, объект такой-то. И показывают кружочками. Вот здесь нет контрастной линии, вот здесь там пандус не такого размера и так далее и тому подобное. Поэтому я бы очень хотела, чтобы мы с вами не оказались в такой ситуации. Начинаем работать. Очень прошу вас и обращаюсь к тому, чтобы внимательно посмотрели и то, что вы можете сделать сегодня. Дальнейшие действия руководителей объектов торговли и общественного питания указаны в методических рекомендациях, которые получил каждый участник совещания. За неисполнение законодательства об обеспечении доступной среды установлена административная ответственность. Уклонение от исполнения требований доступности от 2 до 3 тысяч для должностных лиц, от 20 до 30 для юридических лиц. Нарушение требований, ну это уже стоянки и остановки. Соответственно, от 3 до 5 на должностных и от 30 до 50 на юридических лиц. Продолжение следует...